на ремонте вот такая такая стиральная машинка Miele. ее модель W3241 хозяйка говорит что не греет воду и постоянно выпадают какие-то ошибки не греет воду эта проблема она говорит я еще терпела но потом перестала сливать перестала заканчивать программу будем смотреть насос помпу будем смотреть тэн но для этого необходимо разбирать снизу доступа к помпе нет как у обычной машинки поэтому начнем с того что снимаем крышку сзади откручиваем два винта винты с звездочкой и снимаем верхнюю крышку и так два винта сзади и еще два вот здесь по бокам и крышка снимается все уложим в какую-то коробочку и сейчас смотрим смотрим что у нас внутри есть потребность снять какую-то боковую крышку для того чтобы добраться до помпы ну и сейчас будем смотреть что мы можем сделать значит после того как мы открыли крышку у нас есть необходимость переднюю панель снять всю переднюю стенку так скажем что мы можем сделать здесь внизу есть два винта и нужно снять еще лицевую панель для этого снимаем вот эту колесико поддеваем чем-то полностью поддеваем я уже поддел и протянул и снимаем вот эту лицевую панель она была у меня треснута это не я сделал до меня это уже кто-то проделал она снимается и у нас появляется и у нас появляется два винта которые нужно открутить и тогда мы можем вынять плату управления так два винта и открутил плату управления вынялось и теперь я могу открутить пластиковую крышку здесь есть еще два винта с помощью которой крепится пластиковая панель передняя панель ну а уже после того как мы сняли эту пластиковую панель под ней есть еще два винта которыми крепится передняя лицевая панель и так мы можем переднюю лицевую панель отсоединить и у нас появится ну хоть какой-то обзор внутрь и после этого мы можем после того как переднюю панель открутим сможем боковые крючки снимать и уже тогда доступ к середине будет и так после того как передняя панель откручена здесь она еще цепляется каким-то крючком у меня появилась доступ к вот этим двум винтам я откручиваю и тогда снимаю боковую крышку и у меня будет доступ к внутреннюю внутренность теперь я могу открутить снять боковую панель и у меня появляется доступ в принципе ко всему ну практически во всяком случае я могу посмотреть на насос и теперь сначала его посмотрю в чем вопрос с насосом действительно ли у него есть нормальный сход воды ну а там дальше посмотрим включим посмотрим как она работает нагревает ли воду и проверим тэн ну что же так как у нас загорается лампочка проблема с подачей воды тут нижняя то конечно это вопрос в первую очередь клапана но здесь в миле хитрость на клапан питание идет сначала через вот этот блок распределительный а потом уже с распределительного блока идет на сам клапан и если мы открутим три линтика здесь то вот эта крышка просто вверх снимается зацепляется но снимается вверх просто и тут сразу можем увидеть что есть проблема с отгораниями контактов сейчас немножко уже темнеет на улице но вот здесь вот подгорание есть проблемы с контактом вот здесь просто окислены поэтому но при включении слышно что электродвигатель тут стоит снизу электродвигатель он крутится щетки работают вот этот механизм работает и вода есть но не поступает не поступает потому что вот здесь есть отгорание поэтому этот вопрос решим а затем перейдем к проблеме выпуска воды на выпуске тоже нет воды на помпе нет напряжения почему-то и на плате но это уже мы посмотрим позднее ну а сначала решаем проблему с вот этой платой думаю это не сложно но уже кто-то с этим работал уже какие-то здесь напайки припоем есть по дорожкам ну и хозяева говорили что в ремонте машинка была зачистил все контакты здесь они в принципе были окислены кое-где но не были там между дорожками прошилась такая была борозда из угля но не сгоревшие дорожки как бы все здесь в порядке но однако получается что здесь есть три провода 220 один общий один идет на электромотор это второй а третий идет на уже именно клапан я попробовал взял провод откинул фишку подключил сюда 220 включил клапан открывается вода подается если подать сюда 220 будет значит здесь тоже контакты крутятся я проверил все замыкает сигнал сюда приходит значит вот так круговая шайба это черные провода то замыкаются и вот сюда на этот разъем приходит и видно что доходит то замыкается то размыкается значит вот этот разъем 220 идет вот сюда значит на одну приходит а на другую не приходит причина не знаю то ли команда какая-то не выполняется но ошибка никакая не показывает нужно посмотреть кто подает и есть ли проблема на плате для этого сейчас я замечаю значит допустим вот эти два разъема они одинаковые трехконтактные но этот сюда не влезет у них там система замков такая что они друг другу не подставляются здесь два пяти или шести контактные и трехконтактные их тоже перепутать невозможно здесь вот красные тоже пятиконтактные и трехконтактные здесь вот такой здесь большой ну собственно и вот есть еще один поворотный это я специально снял для того чтобы вдруг кто-то перепутал могли понимать сейчас все выводим провода для того чтобы посмотреть что у нас творится на плате нужно снять разъемы снять защитную крышку и достать плату я извлек плату для того чтобы проверить в принципе вот вот эту релюху работает она или нет потому что именно она подает питание на этот крайний контакт который идет именно на подачу воды но обнаружил что сначала нужно решить вопрос вот такими вещами смотрите здесь есть окисленные дорожки есть тут контакт нет возможно прошивает по окислам одна дорожка на другую сначала этот вопрос решаем каким образом сейчас возьму спирт щетку зубную почищу прозвоню если целостный контакт от начала до конца смажу чем-нибудь подачу и потом уже посмотрим чем это закончится сначала этот вопрос нужно решить я почистил спиртом потом взял тут под слоем лака почернел взял ножик и даже все прошелся прочистил поднял для того чтобы было видно где есть дорожки где нет для того чтобы под слоем лака не продолжало окислами загниваться значит в принципе как по мне все дорожки есть кроме которая вот здесь теряется смотрите здесь вторая снизу идет вот вот это вторая снизу начинается и идет вот сюда и здесь прерывается но оказывается что это не я уже обнаружил а вот смотрите вот это кинут проводочек это уже кто-то ликвидировал этот пары вот от этого места до этого ну и как раз соединение уже есть уже было восстановлено это сделал не я поэтому с этим вопросом нет все остальное как мне кажется целое сейчас еще можно даже проверить от одного края до другого прозвонить если все целое то что я хочу сделать смотрите у нас тут есть у меня не включается реле вот это вот у него исполнительный контакт вот этот замыкается с этим а управляющий вот эти 12 вольт нужно подать сюда и посмотреть замыкается этот контакт или ну я не знаю 12 вольт сюда минус или сюда плюс или наоборот сюда минус плюс вот этот контакт общий с вот этим реле тут он общий с рядом стоящим реле я сейчас подсоединю плату посмотрю и причем это реле сразу срабатывает и сюда подается 12 вольт и я определю здесь минус плюс или плюс минус значит один общий один управление но бывает управление подается плюсом бывает минусом по разному поэтому можно не подумавши подать плюс минус но и проверить оно замкнулось и проверить контакт хороший или нет будет проходить 220 или нет он смотрите соединен с вот этой частью с с вот этим с этой рельюшкой ну получается что значит сюда доходит 220 вольт но мне нужно выяснить все ли в порядке с реле если все в порядке с реле буду смотреть тогда управление откуда идет правда его не видать откуда нужно будет рассматривать какой-то вариант или выпаивать смотреть управление идет с той стороны а там все закрыто но сначала я хочу проверить реле подключу и проверю где здесь плюс где минус на таком же самом реле и потом вручную подам просто здесь на плате прямо на столе от блока питания плюс 12 вольт и проверю срабатывает или нет хочу сказать как я вообще хочу сделать еще более лучше смотрите когда я включаю сразу включается вот эта часть реле это включается электромоторчик распределителя воды сюда подается значит 12 вольт и я хочу и у меня общий с этим контактом предположим что это минус я этот плюс замкнул с этим и сразу подсоединю все разъемы и сразу увижу если вода начнет поступать значит проблема с тем что по какой-то причине не идет управление уже какая причина ну а если поддам и не срабатывает значит проблема в реле сейчас будем иду на место к машинке вставляю все разъемы и пытаюсь вручную вот отсюда буквально возьму пинцет и замкну отсюда вот отсюда сюда клад и посмотрю чем все закончится ну что же я продолжаю проверять плату управления значит все остальные дорожки не заметил хотя и есть окислы но они не повреждены теперь я проверяю именно вот этот разъем значит сюда подходит два черных провода который идет вот на тот распределитель воды который мы вместе с вами смотрели там такое колесико с двигающимися контактами и замыкает поочередно контакты на первое второе третье четвертое положение не знаю для какой цели наверное это секция в бункере для порошка но суть в чем что отсюда уходит с массы идет контакт через сопротивление 150 ом через обозначение его 151 идет на контакт потом идет туда на плату распределителя воды и возвращается сюда на второй контакт и тоже через сопротивление 151 это 150 ом возвращается на ногу вот сюда на эту микросхему значит оба этих сопротивления не звонятся то есть они полностью выгорели их нужно заменить на номинал 150 то есть там эта звездочка крутится и в принципе это должно контролировать машинка а она не видит что она крутится то есть он крутится она ждет реакции и так и начинает включать ошибка залива воды то есть необходимо поможет ли это видимо из-за протечки там и окислов в той платье распределителя воды пошло высокое напряжение выгорели эти сопротивления выгорела ли микросхема неизвестно это мы не можем проверить ничего нельзя сделать ну а поменять сопротивление эти два вот этот 151 сейчас вот это одно сопротивление 151 и второе сопротивление 151 150 ищем и посмотрим значит поставлю или навесным монтажом или смд посмотрю во всяком случае может быть сначала найду навесной попробую если все будет работать тогда уже буду что-то думать ну вот такая интересная поломка как выяснилось ну а дальше посмотрим ну вот она уже работает я включил на быструю программу значит что я сделал пока временно вот здесь вместо тех прямо к ним к смд резистором припаял обыкновенные значит там стоят 150 омные у себя только 120 в данной ситуации это не играет роль они просто практически как предохранитель работает но суть в чем что набрался набралась воды он спускает набирает воду помпа работает все-таки проблема была в начальном запуске он сначала опрашивает программу работает абсолютно бесшумно и и как-то у нее такой режим крутнуло и стоит такое впечатление что она вообще не работает но все работает что еще на что хотел обратить внимание хозяйка сказала что не подогревает воду это уже другая история просто нет нужно поменять тен наверное тут я уже посмотрю но суть в том что машинка уже рабочая до этого она говорила что у нее давно уже сгорел тен или давно уже не греет воду и она с этим мирилась но когда она просто не включается значит ситуация какая включаешь машинку идет какое-то жужжание с вот с этого блока вот отсюда здесь стоит моторчик и крутится контакт такой пытается определить идет вода или нет стоит автоматика контроля подачи воды и пока она не определит существует ли подача не включается машинка эта проблема решена сейчас я или эти же коротко отрежу и припаяю сопротивление 120 ом или найду смд компоненты резистор на 150 ом обозначение на резисторе 151 вот такая поломка мили это дорогая в обслуживании машинка в ремонте имеется ввиду работает но ее можно самостоятельно решить как я определил просто пошел по цепи включаю она крутится вот там вот колесико крутится но машинка потом после этого выпадает в осадок пишет что проблема здесь загорается проблема подачи воды а значит я проверил до сюда до там замкнул те контакты которые двигающаяся контактная площадка замыкает до разъема доходит ну и двинулся первое от разъема резисторы там могла дорожка отгореть или контакт пайки разъемом может мог быть плохой ну или дорожка по плате всю цепь надо было проверить первые же резисторы показали что они подписывайтесь на канал видим что сейчас просто собираю и все машинка уже рабочая но что уже с тэном это я уже это другая история которая будет называться машинка не греет воду так ну программу он дошел до конца ноль воду слил ну собственно все крышку так нажал я на эту кнопку открылась открылся люк там все в порядке в том смысле что все работает и вот он включился готов снова я открыл и закрыл крышку и он снова перешел в режим ожидания сорокаминутной программы стирки если нажму начнет снова нам это не нужно стиральная машинка отремонтирована значит не запускалась включаешь он что-то там гудит и выпадает красная ошибка вот здесь итак поломка была выгорели два сопротивления но нужно было вскрыть и эту плату потому что там выгорело из-за того что прошила по пластику по прямо такую угольную дорожку прожгло в плате и пошло напряжение высокое 220 вольт на сигнальный красный это высоковольтные провода а черная сигнальная и вот на эту сигнальную сторону сюда пошло напряжение и выпалило два сопротивления пользуйтесь делайте сами всего доброго убирать и и в пол и и и и Продолжение следует...